Медиагруппа «Авангард» представляет К сожалению, очень часто, если мы пытаемся что-то измерить, будь это эффективность, будь это SLA, будь это показатели доступности, как только в работу включается информационная безопасность, они могут ухудшаться. Давайте поговорим, какие задачи, какие юзкейсы есть у CIS и в каких случаях метрики могут ухудшиться. Самый яркий пример – защитовое приложение. Как только мы в разрыв ставим еще одно средство защиты, показатели доступности приложения падают по определению. Если айтишники его гарантировали 99,9, то как только мы ставим веб-аппликейшн фаервол в разрыв, понятное дело, что метрика ухудшается. Может быть 99,8, может быть 99,5, но она точно ухудшается, просто по теории вероятности. И это проблема, потому что в этом случае фактически метрика работает против CIS. И бизнесу объяснить с точки зрения метрик, зачем нужно ставить веб-аппликейшн фаервол, невозможно. И поэтому задачи CIS на самом деле очень сложные. Другой пример – это, например, защита от инцидентов в части выявления инцидентов. Здесь приведена статистика по количеству выявленных инцидентов. Тут есть количество, которые отработаны первой линией в части фолзов. Те, которые легитимная активность, те, которые инциденты ИБ, они подсвечены красным. Зеленый – это легитимная активность. Ну вот, соответственно, давайте посмотрим. В начале СОК начал работать, все хорошо, у CIS показатели растут, куча выявленных инцидентов, куча дыр. С одной стороны, круто, он это нашел, он это выявил, он это ликвидировал. С другой стороны, у бизнеса появляются вопросы, а почему так много инцидентов? Ну и тут его позиции, опять же, могут пошатнуться. То есть, на самом деле, это полка о двух концах. Теперь, что происходит дальше? Дальше у нас в целом всегда по опыту количество инцидентов снижается. Вроде поток событий обрабатываем тот же, но именно количественные метрики по выявленным и подтвержденным инцидентам ИБ, они падают. И сначала эта динамика выглядит в целом хорошо. Было много инцидентов, выявляли, ликвидировали. Сейчас стало мало инцидентов. Примерно через года два-три у руководства возникают вопросы. А зачем сок? У нас так мало инцидентов. Ну, как бы, там, четыре инцидента в месяц в квартал, это ни о чем. Ну, то есть, это может быть очень серьезный, конечно, инцидент, но чаще это, там, кто-то, что-то куда-то попытался унести, установил какое-то программное обеспечение, или завирусовался, и вирус был, там, обнаружен, неудален. И, как бы, мы за это платим довольно много денег, содержим там штат специалистов, если это свой сок, либо, соответственно, используем аутсорс, и тогда мы просто платим за сервис много денег. И вот тут начинаются сложности опять у ЦИСа, потому что ему необходимо обосновывать, а надо ли это напоминать, что, а было вот так до сока. И вот тут прям проблемы, и вот я думаю, коллеги из Тинькоффа тоже с этим сталкиваются. Я не знаю, как они решают эту задачу, но, там, мы постоянно пытаемся с заказчиком говорить не про метрики, а про, ну, не про количественные метрики, что сколько выявлено инцидентов, а про качественные. В первую очередь, что, там, мы смотрим на ситуацию по рынку, количество кибергроз растет, да, там, в том числе, вот, недавно был кейс, когда необходимо было руководству обосновать, безопасник у нас попросил помощи в части, как раз, обоснования. Ну, и мы, соответственно, довольно просто поступили, мы взяли статистику по этой организации, по инцидентам, потому что они год у нас, соответственно, обслуживались, и посмотрели, какое количество критичных инцидентов возникало в среднем за месяц. Дальше просто взяли статистику, например, средней по ущербу от инцидента ИБЭ в данной сфере. Куча данных. Взяли минимальный, соответственно, ущерб по оценкам, опять же, то есть, там, и Каспер был, и группа ИБИ был, и западные компании были. Взяли минимальную цифру и просто показали, что ущерб от одного инцидента даже на дельте, там, трех лет, как бы, выходит дороже, нежели просто платить за сервис. И в целом такое обоснование устроило руководство. И это все-таки не совсем про метрики, это такое пропонятийное объяснение. Теперь плавно перейдем ко второй части выступления. Давайте остановимся про метрики соков. Все-таки там я работаю именно в подразделении JSOC, соответственно, мы занимаемся именно Security Operation Center, предоставлением услуг. И я вижу, что сейчас на рынке сложилась ситуация, когда по факту, ну, играются конкурсы на сок, либо просто говорят, а, ребята, вы должны, соответственно, соответствовать вот таким метрикам. И метрики приводятся самые банальные. Это SLA по услуге, и это, не знаю, скорость выявления реагирования на инцидент. Все. И, ну, нифига не, достаточно этих метрик, чтобы померить эффективность соков. Понятное дело, что очень сложно, например, в ТЗ вложить какие-то более обширные метрики, но их можно контролировать, с ними можно работать, их можно запрашивать. Собственно, об этих метриках и пойдет сейчас разговор. Поговорим про линии. Про линии. Я буду говорить на нашем примере, но в целом он применим к любому соку. Пойдем от людей. Разделим все это на линии. То есть первая, вторая, третья и четвертая линии. Функциональные различия следующие. Первая линия – это 24 на 7. Инженеры, операторы сок. То, от чего всегда предлагает отказываться Алексей Лукацкий. Вторая линия – это фактически та же 24 на 7 линия операторов, но там более экспертная. То есть на них идет эскалация, либо на них идет безусловная маршрутизация особо критичных тикетов. Например, если мы видим элементы киллчейна, собранные в цепочку, второй, третий шаг, третий, четвертый шаг и так далее. И, например, если затронут критичный сегмент, не знаю, инцидент в процессинге или инцидент, связанный с базой данных. То есть что-то, что действительно критично. Это, безусловно, маршрутизируется у нас на второй линии по определенной не самой простой логике. Третья линия – это ребята, которые фактически у нас занимаются обработкой TI в первую очередь. Потому что вгружать просто TI в CM любой получаемый – не самое правильное решение. И об этом много говорили вчера, повторяться не буду. Вторая задача работы у них – это внесение исключений. Соответственно, если заказчик отписывается, что ребят легитимно просьбы добавить в исключение, их задача – доработка типового контента, опять же, их задача. То есть им ставятся такие квалификационные задачи, чтобы потихоньку вытягивать их на четвертую линию. Четвертая линия – это уже аналитики. То есть это ребята, которые закрепляются у нас за заказчиком непосредственно и выполняют функции по подключению источников, по разработке контента, по обследованию инфраструктуры, по поиску аномалий в сырых событиях. И они всегда выделены под заказчик. Обычно на одного аналитика у нас приходится 3-4 заказчика в зависимости от размеров, от количества инцидентов. Давайте поподробнее поговорим про метрики и про эффективность, про измерение эффективности каждой из линий. Давайте начнем с четвертой линии. Соответственно, в первую очередь четвертая линия – это ребята-вольные стрелки, эксперты, и количественно их мерить довольно тяжело. Потому что есть SLA на подключение источников, есть SLA на разработку контента, но основные задачи аналитиков, они не поддаются количественным метрикам, они поддаются качественным метрикам. То есть у аналитика есть регулярные задачи. Они у него там минимум два раза в неделю прописаны, они у нас детерминированы, они прописаны в должностных инструкциях, и, соответственно, аналитик обязан проводить операции. Какие? Первое – это все, что касается кейс-менеджмента. То есть он перепроверяет за первой линией, как они вообще оповестили заказчика по различным инцидентам. Что они отправили в false positive? Понятное дело, не все кейсы выборочные, но это довольно важный процесс, потому что на основе таких проверок у нас возникает процесс под названием кейс-ревью. Когда специалист первой линии, вновь пришедший, либо давно работающий, не совсем корректно разобрал кейс, либо неполную информацию предоставил, аналитик создает мини-разбор в виде вебинара, записи ложатся в базу знаний, и все специалисты первой линии по возможности присутствуют на этом вебинаре, чтобы посмотреть, что, собственно, коллега сделал неправильно, и мотают на ус. Иногда по итогам кейс-ревью дорабатываются инструкции, иногда дорабатываются плейбуки, карточки инцидентов, потому что возникают нюансы, возникают особенности, которые заранее всех предусмотреть невозможно. Поэтому вообще кейс-ревью очень хорошая тема, и я считаю, что в каждом соке она должна быть. Кто будет делать в целом, ну, там, это может быть темлик первой линии, это может быть специалист второй линии или третьей линии, либо это может быть аналитик, потому что он понимает специфику заказчика. Там еще из примеров. Если, например, вот у нас там, наверное, год назад был последний такой случай, когда специалист первой линии неправильно занес инцидент в ложное срабатывание. Соответственно, то есть это был инцидент, специалист первой линии посчитал, что это не инцидент. Что делать? Ну, понятное дело, мы позвонили заказчику, оповестили его по этому инциденту. Ну, был залет. В целом, за него мы даже могли пострадать финансово, но с заказчиком договорились, и он нас пощадил. Сделали выводы, и теперь, ну, вот ровно после того момента мы и прописали в должностные инструкции аналитиков, что они обязаны проводить кейс-ревью. Помимо этого, аналитик обязан, в принципе, искать по сырым событиям какие-то особенности, аномалии, узкие места в инфраструктуре, которые не подпадают под инциденты на данный момент, но из которых потенциально там можно сделать правила детекта и в дальнейшем на заказчике либо на одном запустить, либо отмасштабировать, запустить на всех. То есть это такой ресерч. Третий. У нас сейчас появились салендетекты, ну, там где-то месяцев, наверное, 8 назад. Что это такое? Это не совсем безусловные инциденты, но такие звоночки потенциальные. Они не падают на первую линию, они падают на аналитика, и он в режиме просто входа в консоль и отсматривает. Пример. Все, наверное, слышали про историю с утечками доменной структуры просто по LDAP-запросу. Ну, то есть, когда любая учетка в домене, имея право на чтение, может стянуть весь LDAP. Соответственно, и это делается множественными запросами. Соответственно, в целом это можно детектить и ловить. Но тут возникает нюанс, потому что количество LDAP-запросов, которые генерирует хост, оно там колоссально. Все генерят LDAP-запросы. И что является аномалией, то есть что является пороговым значением, что не является, ну, там, это надо прямо отсматривать глазами. То есть этот инцидент точно не может падать на первую линию, потому что специалист первой линии, у него нет признаков, как отличить. Аналитик, как человек все-таки эксперт, он понимает грань, либо он может с заказчиком проговорить эти моменты, сказать, что вот есть подозрительная активность. Поискать какие-то еще следы вокруг данных запросов, а что происходило еще, может быть, там какая-то учетка локальная создавалась на хосте, может, что-то еще происходило аномальное. Салендетектов в целом очень много, ну, банально, в ЦМД в Великой Май, инцидент, ну, как бы, нет, не инцидент. Но вообще странно, стоит посмотреть, запуск каких-то пауэршеллских скриптов, которые, там, не из вордовского документа, там, макросы, а это, понятно, это инцидент почти наверняка. А если мы говорим просто пауэршельные скрипты на хосте, инцидент или нет, ну, там, однозначно сказать, что любой запуск любого пауэршелла на хосте это инцидент, это не так. Поэтому, понятное дело, тут надо отсматривать именно глазами, и это задача аналитика. Поэтому тут мы говорим про качественные метрики, и я призываю всех вот эти чек-листы создавать, там, и в своих соках, и требовать сорсингового сока, такие же вот чек-листы, чтобы они вам отчитывали, что, да, такие вещи мы делаем, они есть. Третья линия, линии реагирования. Соответственно, у них уже есть SLA и количественные, у них есть SLA и качественные. По количественным. У них есть SLA на добавление исключения. Они обязаны в течение часа добавить исключения по инциденту. Они обязаны в течение трех часов запустить ретроспективную проверку по высококритичным индикаторам компрометации, которые, например, прилетают от ГОСОПКИ, от Финсерта и Щетка. То есть, мало того, что мы их ставим на мониторинг, это, кстати, тоже их задача, и это происходит сейчас уже автоматически. Раньше у них было SLA на этот час, добавление высокорелевантного фида в, соответственно, проверка и добавление. Ну, потому что, там, раньше, вот, Артема нету, раньше в Финсерте было такое, что, вот, например, вирь заливается на Яндекс.Диск, и в индикаторах дается IP-шник Яндекс.Диск. Ну, блин, в каждой организации есть люди, которые пользуются Яндекс.Диском, поэтому это плохой индикатор. И вот ровно на такие плохие индикаторы обязаны проверять в течение часа специалисты третьей линии все высокорелевантные фиды. Дальше. Помимо того, что мы ставим их на мониторинг, эти фиды проверяются в ретроспективу. А может быть, там, месяц назад, неделю назад, день назад, это уже прилетало. А СИЭМ – это реал-тайм корреляция, поэтому она коррелирует только те события, которые вновь в нее пришли. А ретроспективу проверять многие забывают. И это как количественная, так и качественная метрика. Потому что количество на какую глубину и в течение какого времени проверяется, соответственно, качественная, что она должна быть обязательно. И это тоже надо требовать. Соответственно, по качественным метрикам еще ребята должны в течение определенного времени дорабатывать контент. Они должны выполнять таски, которые им ставятся аналитиками. Ну и много-много всего. Самое интересное, конечно, сейчас будет на первой и второй линии. В целом они похожи, поэтому про них один слайд. Здесь у ребят, конечно, в первую очередь метрики количественные, но не все так однозначно. Приведу пример. У нас есть СЛА перед заказчиком по высококритичному инциденту в течение получаса дать расширенную информацию, то есть справку по инциденту. Что произошло, как произошло. Банально, тут в задачи первой линии входит минимально необходимый набор информации, которую они обязаны собрать. Которую нельзя собрать автоматически, они обязаны ее отсмотреть глазами и докинуть в тикет. Соответственно, ребят на это есть полчаса. Дальше мы смотрим, что, например, какой-то специалист первой линии взял и отправил оповещение по инциденту через 5 минут, а другой через 25. Кто из них лучше работает? А вот не все однозначно. Поэтому мы в какой-то момент поняли, что необходимо собирать среднюю дельту по каждому типу инцидента, а сколько он в среднем обрабатывается с первой линии. Например, сценарий по вирусам наружу не удален. Довольно простой, потому что чаще всего локальных логов нет с хоста. Если они есть, да, там сильно больше информации, но если локальных логов с хоста нет, то мы можем проверить, какой пользователь ауентифицировался, какая сетевая активность от него идет в дельта окрестности. Если проверить, что действительно вирус был обнаружен, и потом есть событие о том, что он не удален, потому что иногда бывает так, что в СИЭМ долетает раньше событие, что вирус удален, а потом, что вирус за детекчен. Тогда правило не срабатывает. К сожалению, этот технический момент никак нельзя обойти, поэтому это надо глазками отсмотреть. Соответственно, у специалист первой линии задача построить канал по антивирусу, по этому хосту, по сети посмотреть, что видно, по домену. Если есть локальные логи, посмотреть по ним. Среднее время разбора 15 минут. Берем другой пример. Обнаружение индикатора компрометации. Вот прислал Финсерд справку о том, что очередная массовая рассылка РТМа. Соответственно, фишинговое письмо. После этого, если пользователь открывает, идет сетевая активность с хоста и, например, идет распространение какой-то по сети. Так вот, мы обнаружаем, что пользователю дошло таки письмо. Какая задача вообще специалиста первой линии? Помимо того, что он должен проверить, что действительно письмо дошло, что вложения есть. Второе. Он должен посмотреть хэши, запускались или нет. Например, антивирус Касперского, он логирует все запусками в инфраструктуре экзешники, ну, вообще исполняемые файлы, и пишет в свою базу хэши. Соответственно, мы проверяем по хэшам. Дальше мы проверяем, установленный антивирус или неустановленный антивирус. Дальше мы проверяем сетевую активность. Дальше мы проверяем распространение. Дальше мы проверяем, был ли активный пользователь, и если был, то когда последний вход. И тут среднее время разбора, за счет того, что надо довольно много разных индикаторов посмотреть, которые есть в справке все, среднее время разбора там 28-29 минут. Ну, то есть почти впритык. Поэтому мы обычно, кстати, понижаем критичность сценария обнаружения индикатора компрометации с точки зрения времени обработки, но не с точки зрения важности, конечно же. Ровно для того, чтобы дать как можно больше информации. Потому что если там индикатор сегодняшний, это одно, а если индикатор там двухмесячной давности, лучше мы не будем дергать заказчика в плане там, а вот тут горит, а то волки, волки, волки. И все знают, чем это кончается. Соответственно, проверим все индикаторы и дадим уже полную справку о том, что есть инцидент или нет инцидента. Поэтому, когда у нас специалист первой линии, инцидент, который в среднем разбирается 15 минут, разбирается за пять, это скорее повод тимлиду или аналитику проверить за ним, а как он вообще нормально или он разобрал, а то, может быть, он некачественно это сделал. Если специалист же наоборот, там тикет, который в среднем разбирается там 12-15 минут, там, не знаю, добавление пользователя в критичную группу, в целом разбирается там в районе 10 минут. Он, это тикет, специалист первой линии, разбирает 25 минут, скорее всего, он половину этого времени ковырял в носу. И это тоже вопрос эффективности его работы, его кипяя. То есть мы это учитываем. Очень часто заказчики после первого оповещения задают дополнительные вопросы. Ребят, а что было в дельта-окрестности неделя? И мы отслеживаем, насколько качественно специалист первой линии приоритетно берет тот же, что и расследовал инцидент, делает, соответственно, данную выгрузку, то есть прикладывает заказчику данную выгрузку, которую он запросил. Понятное дело, что тут есть временной лаг на работу самого Сиема, потому что все равно построить репорт по тренду, либо ченнел, и дальше из него выгрузку сделать, это определенное время. Поэтому в зависимости от глубины запроса совершенно разные могут быть количественные характеристики. Но мы смотрим, насколько быстро помимо работы Сиема, вообще специалист взял тикет в работу, и специалист, соответственно, после получения выгрузки, как быстро он отправил оповещение, какие еще вещи он смотрел. Дальше. В целом специалисты первой линии, у них есть еще такие кейсы-челленджи. То есть, например, мы в своей инфраструктуре, то есть она тоже мониторится нашей первой линией, сами генерим тестовые срабатывания, смотрим, насколько качественно разбирают специалисты первой линии данные тикеты и вообще понимают ли они, что это происходит. Ну, например, бывают такие особенности, что есть критичный сегмент, в нем неожиданно появляется какой-то Home PC. Как такое вообще может быть? При этом специалист первой линии расследует, что есть, соответственно, коннект PRDP. До этого был коннект, ну, через терминальник, до этого был коннект на терминальник PRDP, но откуда все равно появился Home PC, если было подключение там с корпоративного сегмента. Ну, а оказывается, что там, если у нас идет цепочка RDP-сессий, то пробрасывается хостнейм первого хоста, с которого логинились. То есть человек подключился по VPN, первый хоп у него на рабочую станцию, дальше с нее на терминальник, дальше с нее, соответственно, в критичный сегмент. Вот и появляется, соответственно, у нас Home PC. Вот ребята должны были догадаться, потому что в целом это нигде не написано. И вот такие челленджи у них проводятся довольно часто, они тоже являются метрикой KPI. Ну, в целом, наверное, так про KPI первой линии все. То есть важно, как быстро он взял в работу, тикеты не должны простаивать. Как быстро он его разобрал, как качественно он его разобрал. Соответственно, в метрике также обязательно ложится, то есть по каждому специалисту у темлида есть таблица, в которой он за месяц должен по каждому специалисту отсмотреть минимум 10 кейсов. По результатам 10 отсмотренных кейсов полноты оповещения, то есть там есть 10 критериев, по которым темлид оценивает каждый отсмотренный тикет, разобранный специалистом первой линии. Если, соответственно, по всем 10 кейсам полнота, там 10, время оповещения 10, время разбора 10, точность определения и так далее, все по десяткам, то там круто человек получает бонус. Если где-то косяки, то это все равно ложится в общий KPI. Ну, могу сказать, что сейчас средний KPI у наших сотрудников первой линии где-то 85-90%. Ну, вот недавно человека, у которого стабильно было 3 недели подряд KPI 60%, мы его попросили, потому что это было ничем не мотивировано в части. То есть не было сначала скачка, потом спада по семейным, например, обстоятельствам. То есть человек просто систематически уходил в низкий KPI и был не сильно замотивирован. Опять же, работа специалистом первой линии не всем подходит, просто даже по складу характера, и это лучше выяснить как можно раньше. В целом у меня все. Спасибо.